Приветствую вас дорогие друзья и подписчики канала. Вы смотрите еженедельную рубрику авто новостей любителей УАЗ и не только, которые у нас выходят каждую пятницу в 16.00 по московскому времени. Ну а сегодня в выпуске мы расскажем. УАЗ открыл еще одно экспортное направление Анголу. И в завершении поговорим зачем УАЗ избавился от непрофильных активов и к чему это все ведет. Обо всем этом сегодня расскажем подробно, ну а вы напомню смотрите канал спецтюнинг УАЗ, так что не забывайте подписываться и мы начинаем. Ульяновский автозавод расширил географию экспорта своей продукции и на этот раз после длительного перерыва компания возвращается на рынок Анголы. Недавно УАЗ поставил в эту западноафриканскую страну пробную партию внедорожников Патриот. В свою очередь ангольским потребителям они понравились, поэтому было принято решение о регулярном экспорте машин начиная с 2022 года. Последний раз УАЗы отгружали в Анголу 18 лет назад, то есть в 2003. И как заявил руководитель департамента экспортных продаж компании Алексей Заболотов, Ангола как один из крупнейших рынков на материке в настоящее время переживает динамическое развитие. И мы возвращаемся в страну, где фактически отсутствовали с 2003 года, с новыми продуктами, способными реализовать свой потенциал в жестких африканских условиях. Ежегодно в Анголе планируют продавать по несколько сотен УАЗов, поскольку на УАЗе нацелены усиливать свое присутствие в Африке, а в самой компании уже разрабатывают праворольные версии автомобилей для поставок страны с левосторонним дорожным движением. Реорганизация Ульяновского автозавода, запущенная его владельцем Солерс Авто еще три года назад, завершилась. В результате УАЗ отбросил все непрофильные активы и сохранил только компетенции современного автопроизводителя и деятельность, касающуюся выпуска машин, а именно штамповку, сварку и т.д. По задумке Солерс Авто, такое решение должно повысить эффективность завода и его конкурентоспособность за счет сокращения расходов, однако некоторые эксперты считают, что таким поведением предприятие готовится к продаже. Непрофильные активы и инфраструктуру УАЗа вывели в отдельное ООО «Промфининвест», который будет принадлежать Солерс Авто, а на базе нового предприятия могут построить индустриальный парк. По мнению источников, у реорганизации также может быть еще одна цель, а именно превратить сам УАЗ в привлекательный для покупки актив. И как отметил Сергей Удалов из аналитического агентства «Автостад», советские предприятия объединяли все от компонентов до социалки, перед сделкой в них оставляли только сборку автомобилей, как происходило в том числе и на Автовазе. Эффективность самой площадки с выводом непрофильных активов возрастет, однако без партнера он в любом случае не сможет запустить производство автомобилей на новой платформе, как отмечают источники. Ожидается, что решение о сотрудничестве будет принято в первом квартале 2022 года. И хотя возможные партнеры не называются, речь определенно идет об иностранных компаниях. У Солерс уже есть совместное предприятие Солерс и Сузу, в специнвестконтракте которого упоминается некая модель УАЗ-Сити, о которой пока нет никакой информации. Ранее весной сообщалось, что на УАЗе могут наладить сборку равных внедорожников на базе из Сузу Де Макс, которым планировали заменить русский Прада. Ну а что касается последнего, как мы уже знаем, он так и не увидит свет, поскольку проект модернизированного УАЗ Патриота закрыт, как и остальные новые проекты УАЗа. На сегодня это были все новости, которые произошли на этой неделе. Пишите свое мнение в комментариях, а также пишите о каких новостях стоило бы еще поговорить в этом выпуске. Также не забывайте ставить лайки этому видео, делитесь им с друзьями и ждите следующего выпуска новостей уже на следующей неделе. И хочу напомнить, что сейчас новостные рубрики выходят у нас по пятницам в 16.00 по московскому времени. Так вы будете точно знать, когда выходит новый ролик и сможете первым его посмотреть. Обязательно подписывайтесь на канал, если еще не сделали этого и ставьте колокольчик. Ну а у нас на сегодня все, так что всем спасибо за просмотр и пока.